Всем привет, меня зовут Аня, я работаю в компании Luxoft уже 4 года, и из них 3 года я занимаю позицию Т-Следа. И так сложилось, что, в принципе, за все время своей работы мне доводилось работать именно с распределенными командами, это были команды, которые находились просто в рамках одного города в разных офисах, в рамках разных городов и даже в рамках разных стран. Ну и самым интересным опытом для меня и самым челленджовым оказался опыт работы с коллегами из Вьетнама. Потому что это, в принципе, еще был первый опыт для меня в качестве льда, команда была довольно большая, 10 человек, ну и набило много шишек на этом, пытаясь организовать процессы и построить вообще работу в команде. Собственно, цель доклада в том, чтобы помочь людям, которые, если столкнутся с подобной задачей, чтобы они не наделали столько ошибок, сколько наделала я, чтобы им было проще, чтобы у них все получилось куда быстрее. Ну, у меня доклад будет такой некий как чек-лист, то есть пробежимся по пунктам, которые я для себя отметила, как наиболее критичные в выстраивании подобного процесса. Ну, в конце позадаете вопросы. Итак, ну, самое главное – это определить цели команды и рассказать об этом всей команде. Это может звучать довольно очевидно, но этим не стоит пренебрегать. То есть нужно собирать общие встречи, нужно информировать команду о планах релиза, о планах, куда мы собираемся двигаться там в ближайшие полгода-год, чтобы все понимали, куда мы идем и чего мы хотим вместе достичь. Также очень важно установить правила и распределить роли в команде. То есть будь то какие-то организационные вопросы, там, от оформления отпусков, больничных отгулов, нужно, чтобы люди знали, к кому обращаться, ну, к каким нужным людям идти, не тратить времени и отвлекать людей, которые там за это неответственны. Мы придумывали такую штуку, мы организовали своего рода матрицу ролей, выложили в свободном доступе, там просто перечисляли всех членов команды, кто за что отвечает, кому идти, по каким вопросам. Ну, это были не только организационные моменты, но также и, грубо говоря, по функциональным областям, там, кто за что отвечает. Также очень важно не забывать про контроль тех ребят, которые сидят далеко от вас, чтобы они понимали, что результаты их работы для вас также важны, как результаты работы тех ребят, которые сидят рядом с вами. У нас была такая практика. Тут вот на предыдущем докладе говорили, что ежедневные отчеты – это плохо и не очень удобно, и это какое-то недоверие порождает. Но у нас ребята сами просили такую штуку внедрять, и просто в конце рабочего дня писали краткий такой daily report задачи, которые они выполнили. Ну, мы прислали их на всю тестовую команду, чтобы все видели, кто чем занят. Какой-то процентаж там выполнения указывали, ну и примерный план, чем там собираются заниматься дальше. Ну, тоже банальная штука, но на самом деле очень полезная. Особенно это касается команд, которые находятся в разных странах. Организовать командировку по возможности, особенно вот на самых ранних этапах становления команды, это очень здорово помогает, очень сближает. Люди понимают, что вы там не просто какой-то набор букв в чате, что вы такие же люди, как они, у вас есть какие-то там свои человеческие особенности, интересы. Это раскрывает доверие, ну, какое-то неформальное общение устанавливает, и становится реально легче, проще общаться. Также надо помнить, что каждый член команды уникален. Нужно стремиться использовать индивидуальный подход к каждому. Ну, особенно это касается, конечно же, тех ребят, которые сидят далеко от вас, то есть нужно уделять им внимание, но при этом важно не перегибать, и чтобы это не превратилось в такое, что вы вот все свое время тратите только на них, а ребят, которые сидят рядом с вами, просто вообще там вашего внимания не получают или получают его там какие-то крохи. Так, еще вот прям большая проблема – это информационный голод. Вот у нас были такие кейсы, когда коллеги, ну, грубо говоря, с понедельника планировали поработать с этим разработчиком, приходят, полдня ждут его «нет-нет», потом догадываются спросить у коллег вообще, куда он делся, почему он не пришел на работу, оказывается, что он уволился с сегодняшнего дня, он с нами больше не работает, никто об этом не сказал, просто, ну, людей поставили перед фактом. Это чертовски обидно, это, ну, заставляет себя чувствовать какими-то обделенными, отрезанными просто от всего мира, поэтому, ну, блин, надо писать письма, если кто-то собирается увольняться, если кто-то приходит в команду, пишите письмо, вставляйте там фоточку и какой-то краткий рассказ о себе, что вы за человек, чем будете заниматься. Если кто-то уходит в отпуск, пусть тоже пишет об этом письма, потому что, ну, это просто удобно. Еще мы придумывали такую штуку, что если кто-то у нас увольняется, ну, он организовал прощальные пироги не только в рамках той локации, где он работал, но и заказывал пиццулю там и в другой город тоже, и таким образом все вместе его провожали. Ну, тоже, на самом деле, приятно. Также очень важно мониторить настроение тех ребят, которые сидят далеко от вас. С этой целью очень классно, удобно выделить локального леда, который будет присматривать за той частью команды и сообщать вам о каких-то проблемах, да, каких-то подозрительных звоночках, которые там на его взгляд возникают, ну, и вы сможете совместно с ним уже придумывать пути решения проблем. Потому что сами вы это все равно не увидите, как бы вы много с ребятами не общались, ну, чатик, созвон, это все равно не то. Он все равно сможет увидеть какие-то вот невербальные моменты, какие-то, может быть, неявные вещи, да, которых вы просто не узнаете. Да, важно очень помнить о развитии команды. Ну, естественно, держать это все в рамках проектной необходимости, но также уделять тому очень большое внимание. Например, что мы придумывали. У нас собирались встречи ТТТ, где-то раз в три месяца, где мы с каждым сотрудником обговаривали его достижения, да, чего он наработал за эти три месяца, какие-то области развития, которые нужны для него, что бы он хотел улучшить, поменять. Прописывали next-step-ы. Потом через три месяца мы снова собирались, обсуждали, что мы достигли, чего-то, может быть, не достигли, что еще можно поменять. Ну, это было эдакое ретро только не для проекта, а для одного сотрудника. То есть каждые три месяца вот такой вот регулярный контроль-мониторинг. Ну и, конечно же, надо компенсировать нехватку общения. Тут это тоже понятно, но в общении с разработчиками, например, это не всегда просто до них донести, что нужно общаться не только в чате, нужно звонить, нужно звонить по видео, то есть максимально пытаться присутствовать в жизни коллег. Например, вот у нас был кейс тоже такой проблемный. Наши разработчики с тестировщиками вот упорно не хотели общаться вживую. Ну, может быть, там они еще английского своего стеснялись или что-то еще. Они только чатились, пытались обсуждать дефекты. И вот в такой форме это все ужасно затягивалось. Это было долго, неудобно. Постоянно были какие-то проблемы и тратили кучу времени. Мы просто буквально заставляли их созваниваться, шарить друг другу экраны, чтобы ребята там просто показали, какие шаги они делают, чтобы и тем, и другим стало понятнее вообще, что происходит. Это, конечно, было тяжело, сложно, но в итоге после этого работа пошла действительно легче, быстрее. И, ну, они даже как-то немножко втянулись, перестали стесняться и сами звонить даже им стали. Ну, это хорошо. Да, еще момент тут такой был, опять же говоря, о национальных особенностях. Одно время наши коллеги думали, что вот русские ребята, они очень грубые. Почему такое возникло? То есть для витнамцев, например, нормально, если они к тебе обращаются несколько раз в день, они вот все эти пять раз, что они тебе пишут, они тебе напишут привет, они спросят, как дела, как твое настроение, что ты чувствуешь. И вот так вот постепенно-постепенно подойдут к проблеме. Ну, как у нас обычно происходит? У нас не все даже иногда здоровы, потому что там просто могут кинуть ссылку на дефект, но ты понимаешь, что, наверное, надо его посмотреть. Вот, это их вообще просто выбивало из равновесия, они не понимали, почему так, почему мы так общаемся. Когда вот мы это осознали, мы решили с ними организовать нечто вроде круглого стола. Мы просто собирались, сделали несколько встреч, рассказывали друг другу про какие-то фишки своего менталитета, про национальные особенности, про особенности общения. Ну, после этого они перестали считать нас грубыми, мы перестали считать их странными и медленными ребятами. Ну, и тоже все пошло куда легче и проще. Да, также важно не забывать, что мы одна команда, то есть это надо подчеркивать абсолютно во всем, ну, будь то какое-то совместное обсуждение проблемы решений, какое-то вовлечение всей команды в планирование, потому что это ужасно обидно, когда к тебе просто, ну, звонит твой лид и говорит, вот мы тут с ребятами порешали, мы вот делаем вот так, ну, а вы как бы принимайте вот наше решение как есть, и все, и пойдемте в эту сторону. То есть всем хочется чувствовать себя частью команды, быть ответственным, да, быть важным. Поэтому, конечно же, проще, да, собраться где-то у себя там в коридоре и все порешать, но нужно не забывать, что коллег тоже нужно подключать. А еще вот такой психологический момент интересный, можно, ну, на себе проверено, как это работает. Если ты говоришь, что там не омская команда и вьетнамская команда, а омская часть команды и вьетнамская часть команды, это работает куда лучше, потому что тогда люди понимают, что мы не две разные команды, которые почему-то вдруг там трудятся над чем-то одним, а что мы одна большая команда, которая вместе идет к общей цели. Ну, тоже вроде просто, но если об этом не забывать, то людям становится куда приятнее работать. Ну и что хочется сказать в заключении. По своему опыту, судя об устраивании процессов и выход, наверное, на максимальный пик эффективности в команде, ну, в подобной команде, он достигается где-то за 4-6 месяцев. Поэтому не нужно ждать каких-то мгновенных результатов, что вы вот всему этому будете следовать и завтра уже все получите. Не нужно паниковать, впадать в отчаяние, если что-то у вас там не получается, если ребята там не хотят работать или что-то вообще идет не так, все плохо. Ну, это нормально. Учитесь на своих ошибках. Лучше, конечно, учиться на ошибках других, но не всегда это получается. Просто нужно стараться идти к цели, и тогда в итоге вы будете вдвойне вознаграждены, потому что, с одной стороны, вас будет очень любить команда за то, что вы ее так круто вместе организовали и построили такие классные процессы, и с другой стороны, вас будет очень любить заказчик, потому что если у вас есть крутая команда, которая делает свою работу качественно, значит, на выходе вы получаете хороший результат. На этом у меня все. Спасибо. Вопросы? Такой вопрос. Вы думали о том, что будет через какое-то количество лет, когда люди уже долго-долго работают, и вот вы говорили, что каждые три месяца вы общаетесь с каждым индивидуально. И вот, допустим, вы сталкивались с такой ситуацией, что уже некуда расти. То есть вы предполагаете, что такое возможно? Нет, ну, конечно, такое возможно. И что вы будете делать? Ну, смотрите, тут зависит от целей сотрудника, зависит от целей проекта. Если сотрудник хочет идти куда-то вперед, но мы уже этого ему никак дать не можем, ну, тут, естественно, это все обсуждается, либо он идет на уступки и какое-то время продолжает находиться в том состоянии, которое есть, либо мы ему предлагаем другие проекты. Ну, потому что если компания большая, проектов много, то есть выход можно найти. Тут возможны и обратные ситуации, когда человек не хочет развиваться, ему нравится находиться вот ровно в том состоянии, в котором он есть. Ну, в этом тоже нет ничего плохого. Просто в таком случае можно какие-то вот такие встречи собирать реже, потому что, ну, и так понятно, что вроде ничего не меняется, идем как идем. Просто трекать, что у него все хорошо, он доволен. Ну, вдруг он передумал и теперь хочет дальше шагать. Кто еще хочет спросить? А, можно я? Мы сказали, что все эти штуки работают через 4-6 месяцев. Ну, я имел в виду, да, какой-то максимальный там пик вот этого. А если команда на краткосрочный проект собирается, на 2-3 месяца проект, то все? Ну, в смысле все без шансов. То есть вы же не будете, как бы, вы там что-то сделали, такие, все, теперь я жду 4 месяца, через 4 месяца все получится. То есть это же какой-то, все равно процесс перманентный идет. То есть, ну, через 2 месяца вы чего-то достигнете. Может быть, это будет не тот максимум, да, который вы могли бы достичь, если бы у вас было больше времени. Но это же не значит, что ничего не нужно делать. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Очень интересно, лично ваш опыт, было ли у вас такое, что вот с каким-то человеком вы вообще не сработали ваши штуки? Вот он, например, стеснительный или закомплексованный, и вы потом чувствовали, что, блин, ну как я такая хорошая, и ничего не смогла сделать с этим? Ну, прям, чтобы совсем не сработали, наверное, нет, не было такого, потому что я упертая девочка. И если что-то сразу не идет, ну, я продолжаю пытаться. Ну, смотрите, да, то есть есть кейсы, конечно, когда человек не хочет общаться, да, там не идет на контакт, не хочет вот поддаваться вот этим всем веяниям команды. Ну, ведь это же все обсуждается, да, нужно пойти с ним поговорить, там, спросить, почему, что не так, там, если это его действительно какие-то личные особенности, ну, нужно дать ему понять, что ведь, ну, это же общая цель, общая цель команды, то есть если он не готов идти навстречу нам, ну, тогда он будет немного отдельно от команды, и зачем нам такой игрок в команде нужен? То есть если он будет хотя бы как-то пытаться, да, и мы увидим маленький прогресс, это будет здорово. Если он не будет готов делать ничего, ну, блин, тогда прощаться. Ну, я говорила именно про тех ребят, которые сидят удаленно, с ними каждые три месяца я собиралась, и именно чаще, да, чтобы видеть вообще, что с ними происходит. А там было четыре, а со мной шесть. То есть у Атамы нет прерыва диалог? Так, следующий вопрос, пожалуйста. То есть и все тестирующие? Да, да, это была именно команда тестирования. А я теслит. Да, да, да. Но у нас как раз в Вьетнаме, вот то, что я говорила, там был еще локальный лид, который немножко помогал организационную часть разруливать. Ну да, ну все равно. Есть степень, понятно. Ну, прямо вот один, понимаешь? Да, прямо вот один. Можете ли вы посоветовать что-то для команды с горизонтальной структурой? То есть там вертикаль лид, синие и так далее. То есть где все просто равны? Да. Посоветовать что-то именно вот в распределенной вот этой работе вы имеете в виду? Ну, тут получается тогда каждый должен брать на себя ответственность, да, и понимать, что если он не будет делать там шагов навстречу вот этих вот, про которые я рассказывала, то у нас ничего не будет идти. То есть тут больше, ну как бы, процесс идет не сверху, да, получается, а нужно рассчитывать на зрелость, на самостоятельность каждого члена команды. И может быть даже такое будет, что там кто-то один-два человека начнут вот эти шажки делать, другие увидят и потянутся. Только, 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 по времени только текла закончился. А, классно. Егор, я уверен, у тебя есть вопрос. Давай. Ну, на самом деле ситуация очень близкая к моей. А, просто у меня, так, какого уровня люди там удалены? То есть четыре человека, да, вьетнанцы. Какой вы уходите? Есть хотя бы один опытный? Да, который как раз был локальным лидом, мы специально искали опытного человека. Все остальные трое джуны были. Ясно. Просто если бы были все джуны, то было бы очень сложно из них, ну, лида организовать, да. Поэтому мы искали сознательно кого-то уже опытного. Получалось ли у вас работать с синерами? Ну, собственно, вот та девочка, которая была лидом, она и была синером. Но мы просто с ней вначале, как я уже говорила, обговорили все там ее ответственности, да, там, что, чем она будет заниматься, как она будет отвечать за команду. И, по сути, спустя время, когда она там уже себе экспертизу какую-то переняла, ну, просто стала какой-то правой рукой моей, что ли, то есть она не была, как бы, как это сказать, запасным, да, каким-то вариантом. То есть мы с ней совместно, в принципе, планировали команду, да, обсуждали развитие. И, ну, мы были на равных, просто как бы на разных уголках планеты. Вот. А, ну, тут там-то, конечно, синеры были, да, ну, так они тоже здорово помогали, потому что, ну, они тоже, так как имели опыт, да, осознавали важность того, что за той командой нужен какой-то вот отдельный подход. Например, они предложили идею вот такого пересечения ответственности, что ли, например, один человек вот здесь у нас пишет тест-кейсы, другой человек из той части команды их ревьюет. Таким образом они общаются, взаимодействуют, шарят друг с другом экспертизу, да, и повышают там уровень друг друга в какой-то степени. Или, например, один человек в одной части команды тестирует, другой потом валидирует те дефекты, которые он завел. Они, опять же, взаимодействуют, да, там как-то друг другу раскрываются и какие-то знания себе качают. Все, время закончилось. Спасибо.